Когда вы принимаете решение во время собрания, начинайте с простых вопросов, которые быстрее и проще можно решить. И это очень сложный вопрос, самый важный вопрос, самый важный вопрос, оставьте на потом. Если вы будете делать наоборот, решая этот главный вопрос, вы просто не дадите до самых простых вопросов. Таким образом, сложный вопрос, все сложные вопросы, а самый сложный вопрос, самый сложный вопрос. Я в своем случае, если есть то, что я предлагаю сделать, хоть один против есть, я не провожу с Украины. Я призываю всех молиться, и более ничего. Я сказал, я говорю, мы будем молиться сначала, а потом мы будем решать дальше. И когда один был на тот момент еще, я согласен. После того, как мы молились определенное время, собрались, а следующий собрать, и какой результат? Тогда верующий начинает атаковать этого одного несогласного. Тогда верующие начинают атаковать этого одного несогласного. Поэтому зачем ты, говорит, выступил дам, из-за тебя мы опять же будем собираться в следующий раз на собрании? Поэтому не надо просто так из-за своих убеждений противиться того, как говорит Саимонда, что говорит пастор. Я говорю, а не. И так, другие пастора, мы должны иметь духовную насосницу. Я семью 세 раз дала, мы трижды строили здание в своей церкви, храмской. Сначала первый раз мы построили на 500 человек, потом на 1500, и тогда 3000 человек уже могли провести богослужение, поэтому так как у нас 5 раз богослужения в неделю, получил воскресный день, то 10 000 могут проводиться спокойно. Потом третий раз мы построили на 5000 мастер, и это получается уже, когда мы строили второй раз, все верующие были против строительства, вклад здания, делали уже плаги, а тогда как построить? И чуя не стоял, как только молиться, и я только молился, и я молился, и я говорил Богу, надо построить, потому что 10 000 верующих уже местом, ну, довольно-таки тяжело, и я молился постоянно. Но перед тем, когда я только-только открывал свою церковь, я обходил весь этот район, то есть весь город этот, и я как стены его обходил и просил Бога дать мне описание. Но я человек такой, молюсь на тех пор, когда я четко не получу ответ. Иногда Бог в тот же день не дает ответ. Иногда Бог в тот же день не дает ответ. Иногда через 2-3 дня. Иногда через 3-3 дня. Иногда с понедельника по 5-3 дня. Им. Иногда 10 лет. То есть вот так. Иногда 10 лет. Иногда 10 лет. Иногда 10 лет. Я молился за определенную территорию, обходя ее, а Бог в несколько сот раз больше дал. Бог великий. Посмотрите, как Бог соскурил весь этот земной шар, насколько это велико. Он велик, вся эта вселенная. Поэтому насколько велик этот земной шар, хотя на нем уже вот сколько, 7 лет. И для вас тоже Бог приготовил великое, великое обновление. А что Бог говорит мне тогда, что если дать тебе сейчас, ты просто не справишься со всеми. Не, не, Бог говорит, я могу тебе в полноте это дать, поспоришься со всеми. После этого я уже не говорю, Богу дай ему молить, я бы. А я конкретно говорю, Богу, чтобы я мог справиться с этим, я могу верно с этим справиться. Я молюсь таким образом. И я получил ответ. И когда во второй раз призвал великое строительство, никто не приветствовал. Поэтому я молился. Поэтому я молился. И я говорил, Бог, ну что же нужно сделать, чтобы этот храм построить? И Бог начал говорить. И поэтому в Божьем деле необходимо, чтобы не было противления, чтобы его не существует. Что в Божьем деле не надо, чтобы не должно быть противления. Не, Бог говорил, мне все вина обратно. И я не понимал. День не нужны. Что толку, если, допустим, верующие не будут только противиться? Если никто не пожертвовать, не хочет давать. Разве только от того, что они не будут противиться, этому построиться быстро. И это не было понятно. И я получил этот ответ, но потом опять помолился. А Бог постоянно говорит одно и то же слово. Я говорю своим первым открытым. Я спрашиваю Бога, Бог не говори, чтобы важно было, чтобы вы не были правы, чтобы не были правы. И за деньги мне говорят, не переживай, Бог говорит. Главное, чтобы один фактор был, остальное все я приложу, все я сделаю. Но я могу понять. Я сказал, что Бог сказал, что вам не требуется делать пожертвования, вам требуется одно. Если вы хотите мне помочь, только не препятствуй. То есть не противьтесь. Поэтому Бог сказал, что все сделает сам. Потому что с того, как я сказал, что мне не надо приносить пожертвования, такие большие специальные, даже ничего довольники. Если это не для греха. Если это не то, что ведет нас кереси. Если это для того, чтобы действительно сделать Божие дела. И я сказал, что тогда принимайте решение, чтобы не противить церковь. То есть церковь сказал, аминь. Да, если не надо делать пожертвования. Поэтому я сказал, что тогда принимайте решение, чтобы строить храм на полторы тысячи мест. Вы согласны с этим? И люди, которые имели хорошую вирус, скажи, да, вы согласны. Да, вы согласны. И когда я спросил, есть кто-нибудь против? И люди так опустили голову, потому что Бог же сказал, что не противятся. То есть сказали, что не противятся. Поэтому что ли? А все, тогда приняли решение в этом. Поэтому будьте все, принимайте. И все сказали, да. И так мы решили этот вопрос. Поэтому я сказал, то есть денег нет, ничего мы еще не приготовили, но я сказал, что давайте будем начинать. Если Господь сказал, что все совершится, оно все получится. И, как говорится, нет. Нет исключения. Все по слуху уже. И дальше, говорится, лопаты брать в руки, копать, раскапывать, приготовить, для того, чтобы строить. Я же сказал, что пожертвовать можно не предусмотреть. Но молиться не нравится. Потому что дьявол не нравится, когда строится храм. И как сильно он атакует в эти моменты. Я сказал, жидкого не можете не делать, молиться на уши. Нет, усиленно при этом. Чтобы мы за шесть месяцев построились, закончили и вошли туда, проводили богослужения. На полторы тысячи залпов. За шесть месяцев. Бог все приготовил сам. Дали быстрое разрешение на строительство. Мы и и и я выставлен ее по 5, 4 лет. Ну, как еще��. На 30% строительных материалов. Нам сразу же его содействовали, что мы приобрели. Глоб ici. Это быстро. И я, я, я. В чем сожаление? И поэтому Бог говорит, я дам тебе все, поэтому понимание того, что Бога все приготовлено, как соскладировано, поэтому если я знаю, что у меня собрано, что есть деньги в запасе, я не буду строить как бы так. Я самым лучшим образом, из хорошего материала и все-все обустраивая самым лучшим образом. Но я не думал тогда, и поэтому он и Эдов, как говорится, когда было. За шесть месяцев мы построились, и тогда только прошло вам сожаление. Но спустя шесть месяцев мы все-таки построились и вошли для благоскажения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова